Как и 81 год назад, площадь Куйбышева принимает участников парада. Тогда, в ноябре 41-го, по площади маршировали и сразу отправлялись на фронт более 25 тысяч бойцов Красной Армии. Сегодня солдаты, сотрудники внутренних служб и кадеты, которые чтут память своих предков. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал-майор! Здравствуйте, поздравляю вас с первой годовщиной военного парада! Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина сначала возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь исторического парада, а затем обратились к участникам. Сегодня мы отдаем дать памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну. Их отвага, верность долгу и патриотизм – пример для нас, обратиться к подражанию и воспитанию наших детей и внуков. Память о тех, кто нас предстоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны. Наш парад памяти действительно народный. Он объединяет людей всех поколений. Это символ народного единства, символ нашей стойкости и веры в победу. Сегодня крайне важно, чтобы мы помнили, за что сражались и погибали наши отцы, деды и прадеды. По сложившейся традиции парад памяти начался с исторической части. В форме времен Великой Отечественной войны по площади первыми прошли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за ними по площади Куйбышева проехала восстановленная техника, мотоциклы, машины, газ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70. Их предоставили частные коллекционеры, музеи, военно-патриотические и исторические клубы. С каждым годом география участников парада расширяется. В этом году участие в нем приняли все регионы Приволжского федерального округа, а также впервые гости из Дагестана и Донецкой Народной Республики, юно-армейцы города Снежное, с которым Самарская область, первая из регионов России, заключила соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи. Затем по площади маршировали курсанты военных кафедр, ученики кадетских школ, воспитанники военно-патриотических клубов и участники движения юно-армии. Всего в параде памяти приняли участие 106 расчетов. Это более 8 тысяч человек. Среди них были и участники специальной военной операции, и бойцы, которым только предстоит отправиться в зону боевых действий для защиты мирных граждан и территориальной целостности России. Завершался парад памяти, как и в 1941 году, демонстрации трудящихся. Более 10 тысяч человек прошли по площади в колонны представителей предприятий, учреждений образования и здравоохранения, городов и районов Самарской области. Колонну администрации Самары возглавляла глава города Елена Лапушкина. Сегодня пойдут трудовые коллективы, сегодня пойдут наши активные жители, они пойдут в рамках демонстрации трудящихся. Просто люди действительно не могут остаться в стороне и принимают участие в этом замечательном событии, таком важном для Самары, да я думаю, не только для Самары. Сразу после парада для многочисленных участников и гостей были доступны интерактивные выставки. В одной палатке были представлены стенды про исторический парад 7 ноября 1941 года, а в другой участники поискового отряда демонстрировали уникальные предметы той эпохи – находки с мест сражений. Это вот та материальная часть, то история, которая была, до которой можно докоснуться и посмотреть, и понять, почувствовать именно то, что происходило во времена Великой Отечественной войны. Также гости могли подкрепиться блюдами полевой кухни и поближе рассмотреть технику, которая участвовала в параде. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.